Когда Аблязов все изменит в стране, будут ли призывать Назарбаева к ответу за все, что он сделал и все, что украл? Я не очень понимаю, что значит призывать. Когда мы придем к власти, во-первых, опять же, постановка вопроса неправильная. Когда Аблязов изменит? Аблязов, он не Бэтмен. Мы строим парламентскую республику, менять будет не Аблязов, а будет менять вся страна и соратник, который разделяет наши идеи и ценности, и как мы будем строить страну. Аблязов один, чтобы случилось, что все умерло, что ли? Нет. Это первая ошибка. Второе, я во всех своих выступлениях говорю, немедленно, вот сейчас план свержения режима есть, там пункты есть, арест Назарбаева, Токаева, и прям список есть, кого нужно арестовать. Второе, когда меня спрашивают, откуда вы сразу возьмете деньги на выплату людям с писания, там почти на 20 миллиардов долларов. Я говорю, слушайте, у Назарбаева состояние 200 миллиардов минимум, не считая его близких, родственников, Токаева и так далее. В резервах страны больше 90 миллиардов, вот мы из них и возьмем. Каждый год они крадут по 30 миллиардов. Всех арестовать, конфисковать их собственность. Вот о чем я говорю. Поэтому, когда мне задают вопрос, что когда Абляза придет к власти, что будет с Назарбаевым, с Токаевым, мы арестуем их немедленно, немедленно, и будем судить открытым судом, чтобы весь мир видел, какие-то эти воры и убийцы находятся у власти. И будет масса свидетелей, будут открыты суды, будут факты, мы не будем делать никакие тайные суды, они за все ответят. Так, ну, в принципе, что, Тарко Былыч, что будем делать? Все, наверное? Вы там выпустите в эфир, там люди новые вопросы зададут, кто-то будет снова поливать с новой силой. Ответим снова. Все, тогда спасибо вам большое. Ну, Влад, вам спасибо. Я вам хочу сказать спасибо, что вы есть. Большое спасибо. Вы капец какой человек на самом деле. Дай бог, чтобы у вас все получилось. Я не знаю. Спасибо, Влад. Вы очень сильный и просьба не сдаваться. Просто до конца уже добить то, что делаете. Ну, слушайте, я этому отдал уже почти 25 лет жизни, прямо, если считать, да. И поэтому у меня вариантов нет. Я буду последовательно этим заниматься. Столько лет своей жизни жить, чтобы потом... Это знаете, как в анекдоте. Сын с отцом плывут, реку переплыли, осталось 2 метра. И сын отцу говорит, папа, я устал, поплыли обратно. Да, точно. Ну, тогда хороших вам, я не знаю, боевых будней. Пускай все получается. Спасибо, Влад.